Очередной прокурор задержан за взятку. О том, что в Чуйской областной прокуратуре проходили обыски, стало известно еще в конце сентября. По первоначальной информации, главного облпрокурора задержали. Однако другие источники сообщали, что только допросили. Третье, что он и вовсе пустился в бега. Однако накануне стало известно, что Руслану Нурбекову предъявили обвинение в вымогательстве взятки. Кто еще из сотрудников ведомства, кроме него, был замешан в преступлении, не уточняется. В самом же надзорном органе уже другой начальник. По фамилии Асмамбаев. Не он, никто другой. Комментировать что-либо, разумеется, не стали. А за что задержали Нурбекова? Все задали вопросы. Я вам тоже не могу на этот вопрос ответить. Это вопросы следствия. А уголовное дело в производстве за ГКНБ. Понятно, что идет следствие. Однако хотя бы подтвердить сам факт заключения под стражу подозреваемого правоохранительные органы должны бы. Но генпрокуратура и ГКНБ молчат. Может, предполагают эксперты, чтобы говорить, надо привести неоспоримые факты. Это зависит от того, взял ли он взятку или только собирался. Так вот, по некоторым данным, слежка за Нурбековым шла давно. Но не факт, что его взяли с поличным. И, возможно, он узнал о наличии видеооборудования, которое было установлено в его кабинете. Но того, что успелось записать, было вполне достаточно для проведения обыска, допроса и задержания. Ну, детали я не хочу раскрывать. Я их знаю, потому что это идет следствие. Но я вам сейчас скажу о том, что это была работа долгая. Она была с применением всех специальных технических средств. Проводилась прослушка. Я считаю, что это был полный комплекс оперативных мероприятий. Я хочу еще раз повторить это отдать должное. Она хорошо проводилась. Следят и ловят. Но делают это не в отношении всех подряд. А главное, в основном, только по заявлению. Когда в ГКНБ приходит письмо с просьбой принять меры в отношении того или иного сотрудника. А должны бы это делать, считает Умаров, в отношении каждого правоохранителя. Будь то прокурора или следователя. И не только прокуратуры, но и ГКНБ. Коррупцию сперва надо убить именно в правоохранительной системе. Именно в прокуратуре. И если, по сути, взять, если вот это специальное устройство, нам провести этот комплекс оперативных мероприятий в отношении всех районных прокуроров, областных и не только прокуроров, всех правоохранительных, я вам сейчас скажу, тема одна и та же. Все так же это и будет. Вызывает только единственное сомнение, что у нас немножко подходит к этому избирательному. Не каждому применяют преследования в отношении каждого. Полгода назад на 14 лет осудили к лыжбе Карпачиева. Бывший начальник следственного отдела Генеральной прокуратуры был задержан в марте прошлого года при получении взятки в 100 тысяч долларов. Следствие подозревало его в вымогательстве крупной суммы у частного предпринимателя, сын экс-депутата Карганбека Самаковой. Еще одного прокурора, теперь уже Аламединского района Чуйской области, Куба-Нычбека Мамакеева задержали при получении части взятки, 2 тысяч долларов, по обращению потерпевшего. Он утверждал, что прокурор вымогал у него 20 тысяч долларов за положительное решение вопроса о сносе незаконных построек в одном из жилмассивов. Мамакеева осудили на 12 лет с конфискацией имущества.